Антиковидные ограничения прошлого года здорово ударили по всем видам сотрудничества Ульяновской области с другими странами. Ряд встреч, форумов, фестивалей, конференций не состоялись. Остальные были переведены в онлайн формат и просто не смогли дать того эффекта, которого ждали организаторы. По словам Сергея Морозова, 2021 год должен стать более успешным. Сейчас, когда ограничительные меры по противодействию новой коронавирусной инфекции достаточно быстро ослабевают, мы с вами должны прийти к пониманию того, что такая площадка по развитию внешних связей нам просто необходима как воздух. Основная цель остается прежней – реализация совместных проектов с международными партнерами во всех сферах. Именно поэтому в составе губернаторского совета по развитию международных связей большая часть не чиновники, а люди из разных сфер деятельности. Одна из главных задач совета – формирование плана на 2021 год. Очень часто оказывается так, что культурный обмен перерастает в экономический. Поэтому планы от культуры не менее важны, чем технологическое сотрудничество. Если говорить уже о планах, то мы надеемся, что и молодежный лагерь стран БРИКС, который пройдет в августе этого года, и форум общественной дипломатии для некоммерческих организаций стран БРИКС, который уже совсем скоро в апреле пройдет, и арт-резиденция креативных индустрий стран БРИКС, которая планируется также в октябре 2021 года, это все результат нашего сотрудничества с этими странами. Об итогах работы в 2020 году рассказали руководители профильных ведомств. Как сообщил генеральный директор корпорации развития региона Сергей Васин, 73-й регион подписал 12 инвестиционных соглашений. На реализованных в прошлом году проектах создано более 350 новых рабочих мест. В сфере торгово-экономического сотрудничества и развития экспорта самым заметным проектом прошлого года стал запуск прямого контейнерного поезда из особоэкономической зоны Цзэбо провинции Шандун, Китай, в Ульяновскую область. На заседании губернаторского совета подписали план мероприятий по реализации соглашения со Сверловской областью и план взаимодействия между правительством региона и торговым представительством Российской Федерации в Турецкой Республике. Павел Половов, Артём Куранов, Новости Улправды ТВ.